Выборы на территории города Кумертау состоятся 18 сентября. Официально на основании 20-го федерального закона 3-е воскресенье сентября в 2016 году считается единым днём голосования. Территория города Кумертау входит в 7-й Салаватский одномандатный избирательный округ. Всего 14 районов с общим количеством избирателей 492 тысячи. В этом году обязанности окружной избирательной комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию города Кумертау. По городу Кумертау насчитывается чуть более 50 тысяч избирателей. Это граждане старше 18 лет, которые имеют право голосовать. Всего в Государственный Дума Российской Федерации будет выбираться у нас 450 депутатов, которые будут распределяться по федеральным спискам от политических партий и по одномандатным избирательным округам. Всего получается у нас 225 одномандатных округов по всей территории Российской Федерации. У нас, как я уже сказал, будет 7-й Салаватский одномандатный избирательный округ. В нашем избирательном округе зарегистрировано 491 тысячи 497 избирателей. Максимальное количество их подписей, представляемых в окружную избирательную комиссию, в соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи 47, 15 тысяч 482. Каждый гражданин Российской Федерации имеет пассивное право участвовать в выборах и может баллотироваться депутатом в Госдуму по достижению 21 года. На территории Салаватского одномандатного округа любой гражданин может зарегистрироваться и выдвинуться от политической партии, в том числе и самовыдвиженцы. Самовыдвиженцы также могут в течение 25 дней после объявления выборов выдвинуться и подать документы в окружную избирательную комиссию для участия в избирательном процессе. В течение 35 дней в политической партии распределенные одномандатники, так скажем, могут принести документы в окружную избирательную комиссию. После чего в течение 10 дней окружная избирательная комиссия рассматривает эти документы и осуществляет регистрацию. Всего на территории Российской Федерации зарегистрировано чуть более 70 политических партий, но 14 из них имеют возможность без сбора подписи выдвигать свои списки для участия в предстоящих выборах. Это те партии, которые были допущены в предыдущем созыве Госдумы при распределении мандатов, а также прошли трехпроцентный барьер. Общее количество депутатов от республики в Госдуме будет зависеть от того, как избиратели проголосуют за партийные списки.